Всем привет! С вами снова Маша из Парижа и добро пожаловать в мое новое видео. Как вы уже поняли по названию, да, наступило время обсудить французские новости. Что же произошло в стране за последнее время, кроме того, что, да, осудили на три года впервые, это вообще просто беспрецедентное событие, бывшего президента Франции Николая Саркази. Что там будет на самом деле, мы, конечно же, с вами пока не узнаем, потому что же, естественно, будет апелляция. Ну, а вторая новость, которую тоже обсуждают буквально все и везде, это то, что распался Дафт Панк. Но об этом мы с вами говорить не будем, потому что, мне кажется, эти две новости просто из каждого утюга, и такое ощущение, что во Франции больше ничего не происходит, а здесь происходит и произошло совсем недавно очень многое. Поэтому погнали! И первая новость у нас с вами будет гастрономическая. Дело в том, что во Франции впервые вообще за всю историю дали Мишленовскую звезду веганскому ресторану. Французы, на самом деле, не особо, скажем так, веганы и вегетарианцы. Конечно, здесь существуют разные опции в ресторанах, но, в принципе, в культуре такого изначально нет, как, например, где-нибудь в Индии или в каких-нибудь других культурах. Но в этом году ресторан, который находится на юго-западе Франции, в Жеронде, это вот примерно Бордо, чтобы вы представляли. Так вот, ресторан под названием ОНА, ОНА, как О-Н-А, действительно получил Мишленовскую звезду, а это дорогого стоит. Название ОНА, конечно же, не имеет ничего общего с русским местоимением ОНА и просто-напросто является аббревиатурой Орежин Нонанималь, то есть не животного происхождения. Ну, мне кажется, все так хорошо заложено в названии этого ресторана. Владелица ресторана, кстати, да, это женщина, она археолог, представьте себе, по образованию и прошла кулинарные курсы в Швейцарии. И вот, то есть у нее, собственно, никакого супер прям фундаментального кулинарного образования нет, но вот посредством краудфандинга, то есть она обратилась, скажем так, к народу, чтобы ей помогли создать ресторан, и вот удалось действительно собрать деньги, плюс ей еще помогали некоторые меценаты, ну, в общем, в 2016 году ей удалось открыть ресторан. И вот представьте себе, всего за 5 лет, даже чуть меньше, ей удалось получить Мишленовскую звезду. То, за что многие уже давно существующие рестораны классические, с классической французской кухней борются долгие-долгие годы. Вторая наша новость примерно в ту же степь, но на самом деле абсолютно наоборот, то есть она касается тех, кто против вегетарианства. А заключается она в том, что в Лионе родители школьников подали в суд из-за нового меню в столовой. Да, представьте себе, вот помните, несколько месяцев назад я вам рассказывала о том, что в Бордо появился зеленый мэр, и он запретил елку на главной площади. Так вот, в Лионе тоже зеленый мэр, только он запретил мясо в школьной столовой. Обосновал он это все тем, что новое вот это вот адаптированное такое безмясное меню более подходит под новые санитарные нормы, под санитарный протокол, который существует во время ковида. Уж не знаю, чем мясо дольше есть, чем, например, яйца или рыбу, которые все-таки в меню присутствуют, то есть это не полностью веганское меню, но вот мясо из него исключили. Кстати, на всякий случай, чтобы вы представляли, французы хоть и не являются фанатами в общем смысле вегетарианцами или веганами, но они также считают, что, например, очень много мяса есть тоже вредно, поэтому не то, чтобы это прям были совсем полные мясоеды, но вот видите, полное отсутствие мяса все-таки родители немного напрягло. Сейчас это очень все широко обсуждается, но мэр не сдает позиции, говорит, что к нормальному, к предыдущему меню вернуться тогда, когда это позволит санитарная ситуация. Вот такие пироги. Кстати, я некоторое время назад писала в своем инстаграме пост как раз на тему того, что едят дети в школах, и это на самом деле очень интересно, потому что каждый день вы можете посмотреть на сайте, на, по-моему, ближайший месяц можно посмотреть, что дети будут есть каждый день на каждый прием пищи, вот прям начиная от закусок, то есть каких-то первых там салатиков и так далее, и заканчивая компотом, но там обычно не компот, но в общем все можно посмотреть. И, кстати, как вам такая идея видео? Я думала сделать как-нибудь день, в который я буду готовить все то же самое, что ест мой сын в школе. Как вам такое? Просто мне кажется, это интересно посмотреть, какая бывает школьная еда здесь во Франции, потому что, поверьте мне, она кардинально отличается от российской, по крайней мере, от той, которую видела я в свои садиковые и школьные годы. Следующая новость тоже касается такой школьной студенческой среды, и заключается она в том, что уже с сентября 2021 года, то есть вот буквально осталось каких-то 6 месяцев, средства личной гигиены станут бесплатными для всех студенток. Автоматы с бесплатными продуктами поставят в университетах и также в общежитиях, и да, мне кажется, это действительно крутая новость, которая почему-то в 2021 году все еще является какой-то табуированной темой, они не говорят, замалчивают, хотя, ну, на самом деле, мне кажется, это немного абсурдно. И по результатам проведенного исследования оказалось, что одна треть студенток не может действительно себе позволить купить средства личной гигиены. Вот, представьте себе, это довольно-таки грустно, учитывая, что это все-таки Франция, а не страна, допустим, в которой прям конкретная нехватка всего. И под этим же заголовком еще две инициативы Макрона. Первая касается того, что студентам будут выдавать чеки на психологическую помощь, то есть это просто тоже, мне кажется, колоссально, какой реально студент может позволить себе ходить к психологу, но только тот, которого поддерживают финансовые родители, скорее всего. А вторая инициатива заключается в том, что два раза в день студентам будут предоставлять в университете возможность съесть полноценный прием пищи всего за 1 евро, и это тоже, по-моему, очень круто, потому что вот, например, сейчас, особенно с ковидом и со всем остальным, конечно, многие студенты потеряли свои какие-то работы, подработки, в первую очередь увольняли в том числе и их, и, в общем, да, теперь очень многие, кстати говоря, испытывают прям реальные проблемы даже для того, чтобы купить себе на пропитание. Вот так, представьте себе. Если вдруг вы студент, то напишите, реально ли такое сейчас существует, или это просто новости такие громкие, просто я уже давно не студент, поэтому лично проверить не могу, но напишите мне, если вдруг действительно это все внедряют, а если вы студент в другой стране, скажите, как вам вообще такие инициативы, действительно ли это было бы полезно, например, мне кажется, реально психологические чеки, это супер крутая инициатива, ну и, в принципе, две остальные также. Кстати, об инициативах Макрона. Следующая как раз новость тоже об этом, и заключается она в том, что Макрон вызвал на спор двух французских очень известных популярных ютюберов, их зовут Макфлай и Карлито, у них на канале, по-моему, что-то около 6,5 миллионов подписчиков, и вот он им такой как челлендж, что ли, запустил, сказав, что если они наберут 10 миллионов просмотров на видео, которое будет рассказывать о важности соблюдения санитарных мер, то он с ними снимет видео в Елисейском дворце. На данный момент видео, а точнее песня под названием «Я помню», то есть я помню те времена, которые были до COVID, когда мы все могли собираться свободно, обниматься со всеми, не знаю, не носить маски, не мыть руки, нет, это я, конечно же, уже шучу, руки мыть надо всегда, вне зависимости от COVID или не COVID, и как важно сейчас соблюдать какие-то базовые, абсолютно санитарные меры предосторожности, чтобы вернуться все-таки, или, по крайней мере, максимально приблизиться к допандемийному времени. Так вот, это видео на сегодняшний момент набрало более 13 миллионов просмотров, то есть спор выигран, и Макрону придется принять участие в видео ютуберов. Он, кстати, обещал мне что-нибудь, а стать гостем их рубрики, в которой рассказывают всякие странные, нелепые, забавные истории, так что вот узнаем, какие есть забавные случаи истории в кармане у президента Франции. Кстати, о COVID. Всем уже надоели эти новости, но я сделаю маленький блит, потому что мне все равно время от времени приходят вопросы, что сейчас происходит, какие тенденции, когда уже откроют границы, когда нас всех запустят везде, когда станут летать самолеты и так далее. Поэтому погнали быстро о ситуации БЛИЦ. В принципе, правительство 7 пятниц на неделе нас то пугают введением карантина, то говорят, что все нормально, и, если честно, особого движения пока нет. Но локально уже начинают приниматься меры действительно по ужесточению некоторому, например, это касается Лазурного берега и также Севера-Севера, там, где Дюнкерк, где ввели полный локдаун на выходные. Да, действительно, уже несколько выходных, люди сидят по домам, и пока не знаю, как дальше будет развиваться ситуация. Кроме того, что больше волнует лично меня, это то, что парижская мэрия тоже рассматривает вариант закрытия Парижа на полный карантин. Правда, пока это всего лишь один из вариантов, но посмотрим, опять же, что будет. Ну и, в принципе, 20 департаментов, сейчас вы можете их видеть на карте, находятся под пристальным наблюдением, и, соответственно, там ситуация немного ухудшается, поэтому, хотя нам обещают то, что карантин полный все-таки вводить не будут, но поживем увидим. Ну а в качестве возможного нововведения сейчас обсуждают так называемый санитарный пропуск, то есть это будет какой-то электронный пропуск, который будет позволять людям ходить в музеи, театры, рестораны, в общем, в общественные места, которые, да, на сегодняшний момент, опять же, все полностью закрыты. Варианты еще обсуждаются, но, возможно, этот пропуск будет себе заключать либо тест, который нужно будет сделать за 48 часов до посещения чего-нибудь, вот представьте себе, собрались вы на ужин, например, в ресторан, и понимаете, что вам нужно заранее об этом подумать, буквально за 2 дня сделать ПЦР-тест, и только после этого, если он отрицательный, вы сможете пойти где-то пообедать или поужинать. В общем, не знаю, насколько это реально осуществимо, или, возможно, там будет содержаться информация о том, вакцинирован человек или нет. Кстати, вакцинации, да, здесь тоже сейчас проходит эта кампания, правда, намного менее активна, чем в России, потому что, например, право получить вакцину имеют лишь люди пожилого возраста. Но некоторые исключения все-таки бывают, потому что, вот, например, новость, которую обсуждали все, и которая вызвала просто какую-то бурную реакцию в моем инстаграме, это то, что вакцину поставил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. И не потому, что это он министр, и он поставил вакцину, но с этим это вообще не связано, все обсуждали его мышцы. Да, дело в том, что, естественно, то, как он ставил вакцину, снимали, показывали потом везде просто по всем телеканалам, и ему пришлось снять рубашку, потому что рукав был слишком узкий, чтобы он смог его поднять до необходимой высоты, и поэтому ему пришлось немножко оголиться. И да, в общем, он действительно в такой хорошей спортивной форме, и это обсуждали буквально все. Единственное, что обсуждали по поводу этой новости. Кстати, еще о неожиданных последствиях ковида. Несмотря на то, что, казалось бы, все вокруг либо беременные, либо рожают, либо родили, в общем, какой-то baby boom происходит, несмотря на это, во Франции побит рекорд по низкой рождаемости. Вообще, за весь 2020 год родилось так мало детей во Франции, что меньше было в предыдущий раз только в 1945 году. То есть, представьте себе, буквально в последний год Второй мировой войны. Это вообще как? Вот так вот влияет пандемия. Ну, а что касается негативных экономических последствий пандемии, и следствием этого стало то, что в Париже закрываются 4 главных магазина, суперизвестная и легендарная сети книжных магазинов под названием «Жибер-Жен». Все 4 магазина находятся на площади Сан-Мишель, то есть, это латинский квартал, это буквально 2 шага до Нотр-Дама, это буквально 2 шага до Сены и до острова Сите, и мы там с вами, кстати говоря, часто гуляли. Сам магазин был открыт в 1886 году, то есть, без малого 135 лет, представьте себе магазином, но вот, да, в 2021 году их в марте все-таки закрывают, причем закрывают, судя по всему, навсегда. Вообще, на самом деле, «Жибер-Магазин» был сначала таким огромным, одним большим магазином, правда, потом в первой половине 20 века два брата, владевшие этим магазином, поссорились и разделили магазин на два, то есть, на «Жибер-Жузеф» и на «Жибер-Жен». И, соответственно, так вот до 2017 года они существовали по отдельности, а потом в 2017 году «Жибер-Жен» стал, по-моему, он стал банкротом. В общем, у него были довольно значительные юридические и финансовые проблемы, и «Жибер-Жузеф» купил «Жибер-Жен», объединив таким образом исторический магазин. Но все-таки им не удалось поднять голову, и «Жибер-Жен» теперь большую часть магазинов закрывают. Если все-таки Париж не закроют на очередной локдаун, то мы с вами обязательно туда прогуляемся, и я вам покажу уже наглядно, потому что, да, они мелькали довольно часто в моих видео, но все-таки сейчас повод такой довольно серьезный, потому что это, наверное, будет последняя возможность побывать в этих действительно легендарных и очень старых книжных магазинах. Кстати, еще о закрытиях. Объявили о том, что в Париже закрывается Музей современного искусства «Центр Помпиду». Но, подождите паниковать, закрывается он на реконструкцию с конца 2023 года по 2027, то есть на 4 года. В общем, если нас все-таки откроют и самолеты полетят, успевайте туда зайти, если вам нравится современное искусство, и если оно вам не нравится, то обратите внимание, что там часто довольно проходят всякие суперинтересные выставки. И, кстати, на выставке я в основном туда и хожу, потому что основную экспозицию я уже видела раза, наверное, три, и она не меняется, естественно. Ну, а выставки там действительно бывают уникальные. Реконструкция будет стоить ни много ни мало 200 миллионов долларов, ну, а если бы его не закрывали, то она бы обошлась в 226 миллионов долларов. Поэтому было принято решение немного сэкономить и все-таки закрыть. Ну, а ремонтировать будут вот эти знаменитые легендарные трубы цветные, будут менять эскалаторы, всякую там техническую оснащенность в плане, допустим, системы кондиционирования, системы противопожарной. В общем, действительно, работы предстоят грандиозные, и я надеюсь, что все-таки они уложатся к сроку, и к 50-летию музея, это как раз будет 2027 год, все уже благополучно закончит. Очень классная новость для всех тех, кто любит Францию, для всех книголюбов, в частности, и для всех любителей Марселя Пруста, прям конкретно. А заключается она в том, что уже 18 марта будет опубликован неизвестный до этого роман Пруста, который называется «75 листков». Впервые о нем упомянул очень известный парижский издатель Бернардо Фалуа. Кстати говоря, у меня какой-то просто эффект Барбары Стрейзен, потому что я сейчас буквально недавно закончила читать новую книгу Жеэля Дикера, которая называется «Загадка номер 622», и там просто половина книги, наверное, посвящена этому издателю. Потому что этот человек, кроме того, что он действительно являлся легендарной личностью, также был другом и издателем, соответственно, самого Жеэля Дикера. Но это все лирическое отступление, я расскажу о своих впечатлениях, конечно же, в выпуске о прочитанном, который, я думаю, будет уже совсем скоро, потому что у меня собирается стопочка, уже довольно значительная книга, и нужно уже вам рассказать об этом, пока стопочка просто не стала неподъемной. Так вот, этот самый издатель Бернардо Фалуа упомянул в предисловии к одной из изданных им книг существование вот этого самого неизвестного доселе романа Марселя Пруста. И с тех пор более полувека никто этот текст не видел, никто о нем больше ничего не слышал, но вот в архивах издателя сейчас он был обнаружен и его все-таки опубликуют. Сам текст был написан в 1908 году и рассказывает он о бабушке писателя. Вообще, в принципе, Марсель Пруста очень известен тем, что он любил вспоминать свои детские годы, свою семью, и у него действительно очень атмосферные, очень прям такие какие-то душевные, что ли, рассказы обо всем этом. Давайте прочитаю вам такой вольный перевод первого буквально абзаца. На землю упали первые капли дождя и мы спешно стали заносить ценные плетеные кресла под крышу веранды. И даже родители, которые было остались сидеть на металлических стульях, спешно ретировались в укрытие. Ну а бабушка, седые волосы, которые развивались на ветру, продолжала гулять в одиночестве по аллеям парка. Она считала, что время за городом стоит проводить на воздухе, и было бы довольно глупо и жаль упустить такую возможность. В общем, я думаю, что это действительно будет очень интересно, и да, кажется, кто-то побежит в магазин. Интересно, уже JBSJ закроется к 18 марта, или я могу сделать такой символический акт и купить там новую книгу Марселя Пруста в уже практически бывшем магазине. Вот интересно, удастся мне такая шалость или нет. И еще одна новость о новом, точнее, о неизвестном и давно забытом старом. В Париже выставили на продажу новую, а точнее, как я уже сказала, ранее неизвестную публике картину Ван Гога. Написана она была в 1887 году и называется «Сцена на улице Монмартра». До того, как она не стала известна, она находилась в частной коллекции у одной семьи. Представьте себе, примерно с 1920-х годов так и висела в кабинете дедушки. Кстати, это на самом деле очень крутая финансовая стабильность. Представьте себе, почти сто лет она там провисела и за все сто лет никому не понадобилось ее продавать. Кроме того, они не поменяли дом и даже декор кабинета дедушки тоже не поменялся. В общем, хочется поаплодировать, если честно. Но сейчас было все-таки принято решение ее продать и заниматься этим будет Сотбис совместно с другим домом, который эту картину и обнаружил. И ее примерная стоимость сейчас оценивается в 5-8 миллионов евро. Кстати, одним из условий торгов, которые пройдут 25 марта, поэтому если вдруг у вас есть 5-8 миллионов евро, то присмотритесь. Владельцы назвали то, что картина должна быть продана не где-нибудь, а именно в Париже, то есть, чтобы она осталась во Франции. И для поддержания хорошего настроения давайте закончим на абсурдной новости. А заключается она в том, что бывший участник французского телешоу под названием Secret Story, это если произносить его по-английски, вообще французы его называют Secret Story. В общем, это такой аналог, примерно вот шоу за стеклом, это было очень-очень давно, или примерно что-то Дома 2, который, кстати, по-моему, уже тоже закрыли. В общем, вы представляете себе формат шоу, это когда куча участников находится в доме, где понатыканы везде камеры, везде, кроме туалета, и, соответственно, они должны выведать секреты всех других участников и не раскрыть свой секрет. В этом примерно заключается идея, но там, конечно же, скандалы, интриги, расследования, вот это вот, вот это вот все. Так вот, бывший участник этого шоу прикинулся не кем-нибудь, а священником, и даже ему удалось провести несколько религиозных церемоний до того, как его, собственно говоря, раскрыли. Произошло это в департаменте ВАР, то есть, это самый юг Франции, это Лазурный берег между Марселем и Ницей примерно находится, и в настоящее время этот бывший участник работает в Крематории, вот там-то он и предлагал свои услуги. Дело в том, что из-за ковида стало довольно мало священников, в общем, была, видимо, какая-то нехватка, и он сказал руководству, что вот он, дескать, тоже священник и готов принять на себя еще и такие обязанности. Руководство согласилось, и он продолжал вот исполнять эти самые религиозные церемонии, пока не раскрылась правда. Потом он подал заявление об увольнении, но представьте себе, плод твист, руководство его не приняло, потому что он оказался действительно хорошим работником, это во-первых, а во-вторых, про него было очень много позитивных отзывов. Так что, в принципе, не все и расстроились, когда узнали, что не настоящий священник все эти обряды совершал. Вот на такой вот странно-абсурдной новости мы сегодня завершим с вами выпуск новостей, надеюсь, что вам понравился, что было забавно послушать. Если вдруг студент бывший, будущий, настоящий, то обязательно пишите, как вам такие инициативы, потому что мне они кажутся действительно крутыми, жаль, что такого всего не было в то время, когда я была студенткой. И также пишите обязательно, как вам идея о видео о том, что дети едят в детском саду и, собственно говоря, мои попытки приготовить все, что там едят и показать вам. Ну и, конечно же, я жду ваших реакций и на другие новости. И вообще, огромное всем спасибо, кто меня поддерживает, лайками, комментариями, кто делится с друзьями. Просто вам огромный и большой тоже лайк, вот такое вот сердечко от меня. У вас обязательно скоро наступит весна, не только календарная, но и погодная. Все, с вами я на этом прощаюсь. До скорых встреч в новых видео на этом же канале. Надеюсь, что нас не закроют и мы с вами погуляем в следующем видео. Ну а пока я говорю вам пока!